Полуэдвард Куликовский предпочитает представляться журналистом на русский манер Павел Эдуардович. Правда, сам представитель императорской семьи не говорит по-русски, но уже начал изучать язык. В парке Ривьера вместе с супругой он высадил магнолию крупноцветную. Дерево теперь будет расти на аллее космонавтов. Рядом с молодой магнолией сразу установили табличку с именем потомка дома Романовых. Павел Куликовский сделал также запись в книге почетных гостей парка Ривьера, которая ведется с 1973 года. «Я сажаю дерево уже не первый раз и написал, что это замечательное событие. Дерево будет расти и становиться живым монументом. К нему будут приходить люди. Я испытываю тёплые и хорошие чувства при этом. И свою запись я начал с фразы «Спасибо, Сочи». Павел Куликовский с супругой провели несколько дней в Красной Поляне, месте, которое тесно связано с историей императорской династии. Посмотрели горнолыжные курорты, олимпийские трассы. Представители дома Романовых посетили и царский домик, вернее, то, что от него осталось. Побывали у знаменитого дуба, где был подписан документ об окончании столетней русско-кавказской войны. И вот какие впечатления сложились у гостя о Сочи. «Мой род связан с Кубанью. У моего деда было родовое имение на северных границах края. Но в этой части региона я впервые. У вас богатые и редкие природные возможности. Я восхищен курортом. Инфраструктура мирового уровня. Много современных отелей, спортивные объекты, горнолыжные курорты. Это производит огромное впечатление. И я хочу, чтобы всё это развивалось». Павел Куликовский признался, что и дальше планирует поддерживать связь с городом, который произвёл на него такое благоприятное впечатление. На сегодняшний день известны около 60 потомков дома Романовых. И все представители императорской династии живут за границей. Сам Павел Куликовский – гражданин Канады и является почётным членом Ассоциации семьи Романовых. Сегодня гость возвращается на родину. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.